МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Барьерист сейчас в оптимальной физической форме. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Каждый барнаулец сегодня может оставить свой след в истории города. В 3 часа дня всех желающих приглашают принять участие в финальном этапе ремонта знаменитых букв Барнаул в нагорной части города. Напомним, реконструкция надписи началась в конце июля. Часть деталей даже пришлось заменить из-за сильной коррозии. Барнаульский Голливуд очистили от старой краски и вандальных надписей с помощью специальных пескоструйных устройств и подготовили к покраске. Особая краска, содержащая воск, по словам подрядчиков, полностью защитит металл от воздействия влаги и позволит визитной карточке города выглядеть новой не менее 10 лет. Напомним, конструкция была установлена еще в середине 90-х годов прошлого века и регулярно окрашивается. Но настолько масштабный ремонт сделали впервые. Ожидается, что к покраске присоединится глава Барнаула Сергея Дугина и символ краевой столицы Дед Медвед. Центр избирком одобрил вопрос от Алтайского края для пенсионного референдума. Тем временем жители Бийска бьют тревогу на кладбищах Наукограда. Через пару лет свободная земля закончится, а новой нет. Об этих и других новостях в обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Вопрос, который разработали на Алтае для пенсионного референдума, коротко звучит так. Согласны ли вы, что пенсионный возраст, установленный до 1 июля этого года, 60 лет для мужчин и 55 для женщин, не должен повышаться, пишет Политсибру. Кстати, алтайские коммунисты первыми в стране заговорили о необходимости всенародного опроса. ЦИК одобрил три версии вопросов. От нашего края, Москвы и Подмосковья. Какая из них будет на референдуме, пока неизвестно. Бийский рабочий вновь поднимает тему захоронений. На северном кладбище города через пару лет закончится земля, но расширить его невозможно. Он граничит с полями Бийского района. Город предлагает муниципалитету обменять их участок, прилегающий к кладбищу, на любой свой. Власти района на это никак не реагируют. Еще один молодой человек может пострадать за картинки в соцсети, пишет комсомольская правда на Алтае. 16-летнего бийчанин обвиняет в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ему выписан штраф в 50 тысяч рублей. Тем временем парень намерен подать апелляцию. Он уверен, всему виной его активная политическая деятельность. Подросток курирует группу «Протестный бийск». В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который предусматривает смягчение ответственности автомобилистов за выезд на встречную полосу. Для впервые нарушивших депутаты предлагают ограничиться лишь штрафом в 5 тысяч рублей. Кстати, подобные нарушения правил дорожного движения в крае происходят регулярно. Как показывает статистика, из-за выездов на встречку по данным ГИБДД за минувшие 7 месяцев на дорогах 26 человек погибло, а более 200 получили серьезные травмы. Для предупреждения о нарушении краевое управление ГИБДД регулярно организует профилактические рейды. В этот раз в Первомайском районе. Участок федеральной трассы Р-256 оборудован дорожным знаком, запрещающим обгон, однако не все водители соблюдают правила. Знак, к сожалению, не увидел, что стоит ограничение по времени и совершил нарушение. Задача, по мнению автоинспекторов, донести до автомобилистов важность взаимоуважения и соблюдения правил при обгоне. Это грубейшее нарушение обгон, связанное с выездом на полосу встречного движения, ответственность которой предусмотрено либо лишение права управления от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5 тысяч рублей. Но еще раз хотел бы повторить, что данное мероприятие направлено на дисциплину участников дорожного движения, на профилактику ДТП. На Берлин сегодня Сергей Шубенков вступает в борьбу за главный трофей Старого континента. В деле известного барьериста можно будет увидеть наверняка дважды. Сначала наш земляк пробежит полуфинал, а при удачном раскладе уже поборется в финале чемпионата Европы. Впрочем, в то, что Сергей в него попадет, болельщики не сомневаются. Барнауле сейчас явный фаворит, входит в топ-12 европейского рейтинга сезона на спринтерских дистанциях. Именно поэтому он пропускает забег первого круга, начнет сразу же с полуфинала. Вместе с ним брать Берлин полетел, конечно же, его личный тренер Сергей Клевцов. До этого тандем готовился на подмосковной базе в Новогорске. Как говорит Клевцов, к главным стартам сезона Шубенков подходит в оптимальной физической форме. Увидеть, как Сергей покоряет дорожки Берлина, жители края смогут в 0-0 часов 10 минут по местному времени. Это будет тот самый полуфинал. Финал начнется также ночью в 2 часа 35 минут. Сегодня мы подводим итоги розыгрыша, стартовавшего неделю назад в нашей группе ВКонтакте. Победили три человека. Им достались билеты на аттракцион «Космос». Ну что, мы рады поздравить вас с выигрышем. Получайте ваши призы. Вам два билета. Спасибо, что поучаствовали в нашем розыгрыше. Счастливчиками стали Ангелина Иванова и Некрасова Юлия. Третьего участника ждем в редакции наших новостей для вручения заветного билета. И сегодня же мы объявляем о начале нового розыгрыша от парка Орликина. В этот раз победители смогут прокатиться за рулем автомобиля. Ведь на кону билеты на автодром. Условия те же. Нужно сделать репост информации о розыгрыше, зарегистрироваться в нашей группе, а также в группе парка развлечений Орликина. Генератор случайных чисел определит трех победителей. Итоги подведем 15 августа. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На всей территории края ясная жарка. Минимальную температуру 28. Выше ноля обещают биски, тальменки и камни на оби. 31 градус в Олейске, Рубцовске. В Славгороде 34. Жарко и без осадков. И в краевой столице ветер юго-восточный умеренный и 31 тепла. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова